Вот это вот разложение России. Как вы его видите и в каком контексте? Как отделить просто какой-то негатив в социальных сетях от реальной деконструкции российской власти? И в чем это будет выражаться? Как мы это увидим? Как это повлияет на происходящую войну? Уже сейчас заметно, что те решения, которые принимают представители элиты, я имею в виду и Дума, и правительство и так далее, они как бы их принимают без актуального контекста. То есть эти решения как будто бы это параллельный мир. Это говорит о постепенном нарастании разрыва между актуальными вопросами, связанными с войной как таковой, или ССВО как таковой, и между теми решениями, которые людям должны подчеркнуть, что у нас всё стабильно, мы двигаемся по определённым правилам, эти правила понимаем, контролируем и так далее. Это очень симптоматично. С другой стороны, я смотрю, с другой стороны, признаком этого является практически уменьшение количества тех или иных спикеров, которые очень радикальны. Вы помните, в начале войны многие люди должностные, многие люди функциональные, они выходили с таким, знаете, сарказмом, пренебрежением, говорили, да мы там сейчас очень быстро сделаем. Даже до середины войны они продолжали эту риторику свою и так далее. Сейчас я вижу в их риторике элементы страха. Они понимают, что до военного не будет. Всё, что мы обещали, то, что война возьмёт определённые сложности им создаст, а потом эти сложности будут как-то решены. Они чувствуют, что не будут решены никакие сложности, что эти сложности будут нарастать и так далее. Поэтому либо они уходят из публичного пространства, стараются дистанцироваться, либо они заходят в риторику невоенную, но полностью там социальные вопросы, какие-то вопросы цифровизации. Либо они, если комментируют, то очень аккуратно. Это говорит об изменении такого внутреннего климата. Очень важного. Третья составляющая — это вот эти периодически проявляющиеся случайные сливы. Вот мы там уже, я упоминал, Попова, да, вот примерно такого же плана, которые проходят в публичное пространство и говорят о том, что единства как такового нету, что действительно конфликт, который Пригожин запустил. Ну, он тогда, помните, формально атаковал Шойгу и Герасимова, да, очень эффектно атаковал. На самом деле, понятно, что он там другие задачи перед собой ставил, но тем не менее. Вот сейчас, опять же, вот этот внутренний конфликт в армейской среде очевиден. И я скажу, что в армейской среде, среди классического генералитета, наверное, уже выражен конфликт и пренебрежение тому же ФСБ и так далее, которые втянули их в аферу. Ну, как к аферу, они так считают, что втянули их в аферу. Почему? Потому что армейцы классического генеральского вертикали и так далее, они привыкли, знаете, к парадам, да, ну, то есть, грубо говоря, вот бюджет, вот красивые мультфильмы, вот парады, вот мы немножко денег тратим на себя. Ну, мягко говоря, немножко, это я сарказмом говорю. Они, естественно, не привыкли к каким-то результативным боевым действиям, потому что одно дело спецназ участвует где-то там в Сирии, да, а другое дело полномасштабное вторжение с большим объёмом, собственно, классической армии как таковой. Вот этого у них ничего нету. И, соответственно, они сейчас как бы начинают нервничать, потому что понимают, что по итогу они будут виновны во всём этом. Они не хотят брать на себя вину и начинают вот эта внутренняя интрига, которая постепенно прорывается наружу. Четвёртое направление — это, безусловно, военпром российский, который мы анализировали, что он там производит и так далее. Опять же, мы слышим эти достаточно бравурные реакции, они нам очень нравятся, потому что когда Медведев какой-нибудь выходит и говорит, смотрите, мы тут уже калибров столько клепаем, просто там невероятное количество. Это говорит о том, что там полностью всё провалено, потому что мы отслеживаем возможность получения России тех или иных, тех же чипов, матриц каких-то и так далее, которые можно использовать в сложных приборах, в российском производстве сложные приборы и так далее. Ну, то есть как бы вот по многим таким симптоматическим вещам можно сказать, что напряжение нарастает. Оно нарастает, знаете, такой воздух. И, кстати, сама модель поведения Путина очень странная. Он всё время где-то выходит и всё время пытается оправдаться. Я вынужден был напасть, я вынужден был сделать то, но мы всё равно ведь сильные, и мы ведь всё равно вместе. Ну и так далее. То есть риторика, ну и, безусловно, я убираю вот эти все, опять же, его исторические нелепости, которые он... Да он уже, по-моему, и сам как-то перестал это делать, видимо, увидел, что никому это особо, так сказать, не нужно и не впечатляет. Но у него модель поведения сейчас такая оправдательная и заискивающая поиск друзей. То есть типа мы же всё равно все вместе, я же всё равно царь, вы же всё равно боитесь меня, правильно? То есть вот эта модель поведения очень чётко и симптоматично отражается на его окружении. Дальше мы видим, что в тень несколько уходят те же Нарышкин, Патрушев и так далее. Почему уходят в тень? Потому что во время того же переворота, неудавшегося переворота Прибожина, они оказались тоже очень трусливыми людьми, которые долгое время такие были монстры. А на самом деле какие-то монстры, я даже не знаю, как их назвать и так далее. Вот это много такой симптоматики, единственного, чего в этой симптоматике не хватает, это, безусловно, вы были правы, вначале это не хватает такого разрушительного проигрыша тактического на том или ином направлении по линии фронта, для того чтобы всё это уже привело к логистическим действиям. Я не сомневаюсь, что это будет хаос. То есть это не будет такая деконструкция, когда есть политическая группа А, политическая группа Б, которые могут перехватывать власть. Это всё не готово. И это, кстати, тоже элемент нестабильности системы. Почему? Потому что одно дело, когда у тебя есть какие-то альтернативные варианты, и элиты это понимают. Да, они могут быть альтернативные в полном смысле этого слова, то есть антипутинские, но альтернативные. То есть вот понятно, вот заходит определённая политическая группа, какое-то время небольшой хаос, но тем не менее они перехватили власть, и она быстро приходит в понимание, что делать, где делать, на каком уровне. Вот сейчас дополнительная нестабильность России даёт именно вот это ощущение, что никто не готовился даже быстро к тому, даже вот близко к тому, что сейчас происходит. То есть, грубо говоря, не готовились к тому, что Россия не сможет конвенциальными методами даже близко выиграть войну. Не то, что у НАТО, которые обещали, да, ну то есть всем же обещали, мы там НАТО на колени поставим, а у Украины. Второе, то, что Россия несостоятельна на внутреннем рынке с точки зрения тех рисков, которые постепенно нарастают. То есть, все эти силовики могут, безусловно, с одиночными пакетами разбираться, там в сетях что-то запрещать и так далее. Но, в принципе, они неэффективны против силовых вертикалей, против альтернативы. Третье, никто не готов был осознать, что Путин абсолютно пустой, да, ну то есть совершенно трусливый персонаж, которого не то что боятся, но там просто можно только иронизировать всё время за счёт этого. Четвёртое, что элиты вот этой путинской, её не существует. Это люди, которые занимаются совершенно дикими вещами. Возьмите Ковальчуков, моих любимцев, да, братья, послушайте, что эти люди сейчас говорят после 17 лет и чем они заняты. Ну и главное, и вот исходя из этого, все понимают, что так а кто может быть альтернативой, кто на транзите, кто может дать какой-то другой каркас власти. Вот это напрягает, и, конечно же, это приведёт вот к какому-то более длительному периоду хаоса в Российской Федерации. Спасибо.